постараюсь передать на видео как звучат же эти самые подрулевые переключатели celsior ну конечно как это все выглядит лучше фото передаст вот но ну вот оно все в цвет я не понимаю зачем здесь были вот эти черные почему они у всех черный хотя окей черный салон хорошо серый салон ладно они там серые почему они тоже черный пардон почему убежим в салоне не вот так на выглядит ну вот идеально же смотрится вот отлично все прекрасно все очень аккуратно это на все как здесь и было вот он очень органично круиз конечно тоже должен быть черный поэтому его ранее и поставил точнее не черный я постараюсь передать как это все звучит но на мой слух отличие просто несравненная разница выключим это замечательную музыку во первых она все работает просто механически гораздо приятнее как то все более гладко более как-то в общем когда ты трогаешь вот вот это это вот как можно сравнить когда ты трогаешь ручку дверную крауну вот этот металлическую красивую поднимаешься наверх очень удобную и визуально приятно это можно сравнить с тем вот как ты ручку на каком-нибудь пола тянешь пластиковая такая вся вот этот звук у нее дурацкий и и вот она всем всем от своего вида до как бы вот этих вот тактильных ощущений она дает вот этот ощущение дешевизны но не такой дешевизны ну то есть она будет по это нормальная дешевизна да скажем не такой практичный да а какой-то вот такой ну неприятный недоработанный ну вот как-то чувствуется что не доложили ты дергаешь эту ручку и сразу понимаешь твое место в социуме вот как он меня бесит просто как будто в жигулях каких то нет больше других комментариев а тут такое приятное ощущение а он не говорит о том месте в социуме но просто просто это приятно лишний раз опустить вниз у нас таким он так плавно но с усилием начинает сдвигаться вот можно раз моргнуть отпустить а как бы и раньше можно было но тактильно не так ощущалось как бы внутри чуть-чуть другая конструкция у механики там поэтому поэтому так и получается хочется послушать звук как это все отключается потому что именно из-за этого из-за внешнего вида в первую очередь и во вторую очередь из-за того что очень уж громко крауновские переключатели щелкивались слушаем да звук как бы есть но он такой низкочастотный то есть басистый такой то есть басистый звук срабатывания отключения поворотника вот а был такой с треском как бы такой прям щелчок здесь и на включение нет щелчка а было кстати да щелчком таким высокочастотным вот гораздо приятнее вот а с дворниками менее ощутимо но разница тоже есть все более плавно включается абсолютно все режимы работают все 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 шевелится но не мудренно по саму механика здесь от celsior состоит но вот пластинка с контактами она от крауна рестайлинг поставлена поэтому как бы все и работает как она работала от celsior не будет вот этого второго режима дворников он не будет работать только первый и потом сразу третий и максимальный и когда назад переключаешь вверх почему-то почему-то с максимального режима уходит в первый только то есть в третьем режиме все равно будет максимальный второго как бы нет я уже сказал потому что тут авто и сверху просто выключится вот в остальном это просто шик и визуально и тактильная и аудиально это потрясающе вообще того стоит на все сто процентов на все сто процентов ну и потом вкусы разные и так далее ну эта часть уже уникальной стилистики конкретно вот этого автомобиля вот этого моего автомобиля это его руль это вот это вот надпись которая читается когда едешь вот я вот так еду и она поблескивает так красиво тоже это вот прицел который там светится и теперь это переключатели и теперь это ручка круиза и все вот это вот это такая моя собственная айдентика и это очень очень приятно да еще кстати под занавес скажу что не работал раньше автосвет на дальнем стою ну его просто не было то есть не было на рычаге вот этого режима авто хотя все понимают что датчик под стеклом есть все есть как бы штатная что это климат и мультимедиа она срабатывает приборная панель срабатывает на датчик света но вот автосвета не было вот просто вот не не купил японец который покупал этого крауна в канагаве точнее заказывал потому что эти автомобили все заказывают не заказал он автосвет такой вот он а теперь он есть ну просто сейчас у меня не включен ну понятно вечер но штука в том что вот он как как включен так и остается включен вот ну и днем тоже проверял днем выключен ну собственно короче автосвет работает и это потрясающе потому что есть цель переезда до в другую страну в интересную для меня вот и переезда с автомобилем с этим естественно других условий рассматривается вот может быть если не это я бы уже переехал потому что без без всего гораздо проще вот ну так чтобы совсем сложнее ну так вот я к чему что когда-нибудь хочется наконец-то использовать автосвет а не ездить как российской федерации с включенными постоянно туманками всегда вот так вот днем как у всех наверно или многих включить как бы авто и днем ездить вообще без света там вечером он сам включит это все дело вот конечно если бы так а бы да когда-нибудь когда-нибудь в общем воспользоваться функции авто а пока просто приятно что она теперь тут появилась вот такие дела надеюсь это было интересно вот еще что не сказал вот эту штуку еще обновил себе она абсолютно новая вообще без следов эксплуатации и куплено было за шокирующие 72 рубля прямо в японии мне очень нравится все если посмотрели то вам наверное это было интересно